Как относиться к начальникам? Такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Я, знаете, что хочу заметить? Что в времена апостола Петра, когда он писал, что нужно покоряться в том числе и царю, а мы знаем еще слова «Бога, бойтесь, царя чтите», а также в времена апостола Павла, который также говорил, что нужно почитать власть, в те времена светская власть гнала христиан. Когда апостол Петр и Павел об этом говорили, правил император Нерон. Нерон, который, когда сжег половину Рима, потом обвинил в этом христиан. И христианы жесточайше мучили. И в этот момент апостолы пишут, что царя нужно чтить. Это я просто говорю к тому, что вы не подумали, ну, конечно, может, в те времена были какие-то благочестивые цари. Нет, там были цари-гонители христиан. Просто вы должны понять, что если мы хотим, опять же, справедливости, то должны знать, что никогда не было так, что сильный духом народ получал слабого духом царя. Обычно, друзья мои, если народ находился в неком таком отступлении, да, в духовном, то и Господь посылал им из этого же, собственно, народа такого же, собственно, и правителя. А если народ воспрял духом, то, соответственно, из этого же народа появлялся народ сам, как бы, выбирал себе такого лидера. Вот смотрите. Мы сегодня живем в светском обществе. И у нас есть выборы. Но разве когда мы идем выбирать себе, там, президента или правительства, или каких-либо депутатов, разве мы вообще думаем о Боге? Разве мы, когда смотрим их предвыборные речи или предвыборные программы, мы там ищем заповеди Божии? Я убежден, что если бы сегодня появился бы какой-нибудь политик, который бы сказал бы, что, ребят, я когда приду к власти, у нас все будет по-христиански. Я буду править по Евангелию. Да я думаю, он там даже процента не наберет. Сами же христиане испугаются иметь такого правителя. Представляете, если ты соблудил смертной казни. Если ты обор сделал смертной казни. Ну так, знаете, что по-серьезному, да, как во времена, смотрим, Христа это было. Да сами же испугаемся. Так что, одно только замечу. В любой момент Господь нас может так же испытать. Помните, апостол Иаква говорил, будь внимателен, чтобы ты не был так же испытан. Вот сейчас ты злословишь начальство, а завтра сам будешь начальником. И понравится ли тебе, что все твои подчиненные на тебя вот так смотрят и любуют твою ошибку, да, потом обсуждают и злословят. Тебе это не понравится. Соответственно, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Если тебе что-то начальство сказало сделать, и это не противоречит закону Божию, сделай. Если же ты видишь, начальство само поступает неправильно, не бери с них пример. Будем, братья и сестры, помнить, что всякая власть от Бога. И, соответственно, если Господь сейчас посылает нам какого-то доброго правителя, будем за это Бога благодарить. А если правитель, как нам кажется, неправильный, будем молиться за него, чтобы он исправился.